Добрый вечер, Гомель, и вновь в нашей программе мы говорим о Малой Родине. Мы узнаем и рассказываем об интересных объектах и событиях из истории нашего города и области, безусловно, о людях, которым судьба родных мест и жизнь в них не безразлична. Наша программа, дорогие друзья, интерактивная, и вы можете набрать номер 342243, поделиться мыслями, воспоминаниями о родных местах, городках и селах, улицах и дворах своего детства и юности. Вы можете присоединиться к нашему общению в Вайбер, его номер на экранах. Ну а сейчас я хочу познакомить вас с гостями сегодняшней передачи. Знакомьтесь, пожалуйста, Лидия Степановна Еловая, руководитель клуба «Прометей». Добрый вечер, Лидия Степановна. И Евгения Прохоровна Тимошенко, юрист. Добрый вечер. Добрый вечер. Лидия Степановна, Евгения Прохоровна, я не открою секрет, если скажу всем зрителям, что вы землячки. Да. А из каких славных мест родом, пожалуйста? Ну, место наше примечательное тем, что мы родились на границе, где у нас были и Украина, и Белоруссия, и Россия. Это очень примечательное место. Это здесь недалеко, 80 километров от Гомеля, да, в направлении Веселовки. Конечно, это почти рядом. Так скажите, на какой же стороне вы родились? На российской, на украинской или на белорусской? Ну, само рождение было на российской, но, в общем-то, разницы не было, было как-то совместно. В общем, жили вроде бы на всех сторонах. Одной семьей? Одной семьей, да. Как называлась деревня и называется? Село называлось Новое Юрковиче, это Климовский район, Абрянская область. Это село, потому что церковь была? Да, там была большая церковь. Так, очень приятно. А насколько это было большое село в годы вашего детства? Ну, в то время село было очень большое, и много улиц было, и жителей было много, потому что, ну, большое село. А часто ли вы ходили друг к другу в гости? Украинцы к белорусам, белорусы к россиянам и так далее? Я хочу даже сказать больше, что Украина, село Липовка, работали у нас. В колхозе? В колхозе все работали, специалисты и рабочие, колхозники. И главное, что мы ходили туда в магазин, и к нам ходили в магазин, и не было различий никакого совершенно. Потому что расстояние между Липовкой и селом Новых Юркович 250 метров. Липовка – это украинская сторона, Новые Юрковичи – это российская сторона, белорусская сторона – это Круговецкая Ленина. Но есть ближе, есть ближе Веселовка, конечно, аккуратно сказать дальше, а Веселовка совсем три километра. Ну, скажите, вот вы бываете там в тех местах сейчас? Ну, к сожалению, конечно. Евгения Прохоровна, вы бываете, да? Или Дестипану приезжают. И Лидия Степановна, бывает так. Скажите, живы села, живы все эти деревни? Живы села, но поселки кругом сокращаются. А так село живет, строится, живет село. И на белорусской стороне, да, и российская сторона, и украинские Липовка, и Клюсы тоже существуют. Клюсы, да, тоже существуют. Липовки уже не существует. Липовка не существует. Нет, там большие ограды построили, пролог протянула Украина, Липовки нету. А Клюсы? Клюсы живет, живут Клюсы. Вот скажите, вот такой перекресток, да, он и сейчас еще довольно оживленный, только уже каждый на своей стороне улицы получается, правда? Да, к сожалению. К сожалению. Но насколько активно в 50-е, 60-е годы общались люди? Я имею в виду не только по работе. Ну, там жизнь бурлила, там общественная жизнь бурлила, потому что там, в общем-то, разделения не было, там были все вместе. И Украина, и Белоруссия, и Россия вместе общались, вместе проводили праздники. Какие-то беды, да кто же сообщал, ну, в общем, было как единая семья. И Евгения Прохоровна, я знаю, что вы много лет проработали заведующей клубом в селе Новые Юрковичи. Во-первых, это Дом культуры был, когда я работала. Дом культуры, да. И мы выезжали с концертами, Синьковка, рядышком с монументом, и в Круговец выезжали, и в Веселовку, не говоря уже, что по нашему району. Так что работа шла бурная. А что было больше всего востребовано жителями? Это какие-то вечеринки, вечера танцев, это, может быть, караоке тогда определенного рода было, или это гармошка, частушки, что это было? Знаете, молодежи было очень много, и востребована была именно гармошка. Мы даже за гармошкой... Это то, что было доступно, да, и каждый, наверное, кто хотел, тот мог научиться. Самоучки же тогда были, да, в основном? Да, за гармошкой ездили покупать хором несколько человек в Щерц, купили гармошку. На украинскую сторону? Да, на украинскую сторону, и привезли, и целый вечер играли в этот вечер. Очень здорово. Было интересно, да. Лидия Степановна, но вы же были такими подругами, да, по творческой какой-то работе, или это были такие подруги «Не разлей вода»? Нет, это было параллельно, и по творческой, и мы вместе, родители наши вместе работали в школе. Педагоги, правильно? Педагоги, да. У обеих родители педагоги. Да, и мы вместе дружили с самого детства. И рядом жили. И рядом жили. И рядом жили. Есть у меня прекрасная фотография. Ваши юные годы, 67-й год. Лидия Степановна и Евгения Прохоровна. Да, вот это как раз, наверное, выступления какие-то, да? Ну да, это один из праздников. Не в том ли памятном знаковом месте, о котором знает сейчас, ну, практически каждый гомельчанин, житель области, и наверняка и Черниговская область знает об этом, и Брянская область знает, да? Да, и Гомельская. Это вот как раз те встречи. Это памятное место. Это те встречи, часто там проходили. Очень интересно. Хорошо. Скажите мне, пожалуйста, ну вот ваши родители, педагоги, и что преподавал, кстати, отец, мать? Отец был директором школы, да? Да, немецкий язык. И меня учил, кстати, тоже. Я до сих пор немецкий язык помню. А не случалось такое, что друг к другу в гости ходили школьники, ну, там, в школу на экскурсию, я не знаю, или какие-то общие мероприятия были? Да, были мероприятия, общались и посещали, и было это, был такой момент, и очень часто. Лидия Степановна, и вы, если я не ошибаюсь, 60-е годы несколько лет работали в ФАПе, в селе Ново-Юрковичи, правильно? Да. А что знали о других, об окрестных селах и даже из других республик, тогда же это были республики Советского Союза, и было ли принято, вот, оказывать какую-то помощь, может быть, даже, если это необходимо было медицинскую, жителям других республик, было такое? Ну, было, я после окончания медицинского училища в Брянске работала 4 года на заведующем ФАПом, это фельдшер-акушерский пункт, где ты работал один, и врач по всем специальностям, и фельдшер, и акушер, и было 8 населенных пунктов, которые выходили в центральный, их надо было обслуживать, и рядом украинские села, и белорусские, и все приходили на прием, если человек заболевал, и вызывали, приходилось ездить и на машинах, и на мотоциклах, даже самой пришлось освоить за рулем, чтобы доехать к больному, были такие... Автомобиль пришлось освоить? Ну, да, и мотоцикл. Ну, не с первого же раза, наверное. Нет, мотоцикл был освоен вперед. А, мотоцикл был? Вот, прекрасная женщина водила мотоцикл. Автомобиль уже позже, уже в Гомеле был освоен. Вот, поэтому там не было разницы, больной есть больной, и где он, на Украине или в Белоруссии, сюда люди приходили, сюда помощь была, оказывалась. Спасибо, Лидия Степановна. Есть у нас традиция в программе, мы обязательно заинтересовываем телезрителя и задаем ему вопрос. Пожалуйста, аудитории, вот ваша камера, задавайте вопрос сегодняшнего эфира. Мне хотелось бы задать зрителям вопрос, я не знаю, знает ли молодежь, но надеюсь, что знает. И чуть-чуть постарше поколения, в каком году и где был открыт монумент дружбы, который вот на границе России, Украины, Белоруссии. Второй, который большой монумент, а первым уже... В каком году был возведен вот этот монумент дружбы. Кстати, как его называли в те годы? Ну, он так и назывался, это первый по-другому назывался. Так, но как в народе назывался? А, в народе по-другому назывался? Да. Уважаемые телезрители, я просто знаю чуть-чуть больше, потому как с Лидией Степанной мы на эту тему много лет назад даже разговаривали. Ну, приоткроем тайны дальше по эфиру. Уважаемые телезрители, я не сказала, какой же приз человеку, который ответит правильно первым на поставленный Лидии Степанной вопрос. Это приглашение на двоих человек, на две персоны в музей истории города Гомеля. Экспозиции музея вашему вниманию. Пожалуйста, звоните 342243, отвечайте на вопрос, который предложила Лидия Степановна. В каком году был построен монумент дружбы на стыке границ трех тогда республик, сейчас стран? Наше обсуждение продолжается. Лидия Степановна, я бы еще хотела задать такой вопрос. Ну, а после того, как вы отработали в ФАПе, вы сразу уехали в Гомель? Ну, я еще некоторое время работала медиком на севере, а потом переехала в Гомель. И в Гомель я большую часть жизни. Это вторая моя большая родина. Если Новый Юрковичи мало родин, то Белоруссия это моя большая родина, в которой много лет уже живет. Когда-нибудь интересовались, я думаю, что, может быть, родители рассказывали, а почему Новые Юрковичи? Там связано что-то с... Это, наверное, с фамилиями что-то связано. И деревня Белорусская Круговец. Это тоже с фамилией, вероятно? Ну, Юрковичи, говорят, был Юрка. Юрка там был, жили. Юрка был такой богатый был. Вот его владения были. И назвали Новый Юркович и Старый Юркович. И Старый рядом были тоже Юрковичи. Пять километров от нас Старый Юркович. И сейчас обе деревни живы, и Новые, и Старые. Да, живы. Одни недалеко друг от друга, 4 километра. И оба живы, и большие довольно. Дорогие друзья, не каждый знает, что первый памятненный знак дружбы народов был установлен гораздо раньше нового, о котором мы и задали вопрос, и выглядел он совсем иначе. Лидия Степановна Еловая 8 лет тому назад этим фактом впервые поделилась с журналистами. Здравствуйте, а у нас хорошая новость. Сегодня мы нашли место, где был установлен первый памятный знак дружбы народов трех республик. Украина, Россия, Белоруссия. Вот, вот здесь был первый знак, первый наш монумент, который буквально в 50 метрах от нового монумента, который был построен. Вот, мы увидели место, где был старый монумент, увидели место буквально в 50 метрах, где нынешний монумент расположен. Лидия Степановна, ну вы расскажите нам, как же выглядел тот знак? Ну, этот знак выглядел просто, потому что делали его своими руками, он был первый. Его выложили из кирпича, заделали бетоном, и потом поставили такую стрелу на нем, металлическую. И называли, вот как раз на экране, на экране свидетелей тех встреч, и называли этот знак стрелой, правильно? Да, называли стрелой, потому что был такой металлический пруд, который был загнут. Ну, так придумали в то время комсомольцы. Это идея была самих комсомольцев? Ну, там вместе все решали, взрослые помогали, это же и школа помогала, и учителя, все вместе объединялись. Ну, вот на экране сейчас архивные съемки, видите, как проходили, это, по-моему, 70, если я не ошибаюсь, 78 год. А вот и фотографии, вот это на фотографии три директора школы, украинской, белорусской и российской. Мы чуть позже об этом поговорим. Вот, нам будет что рассказать, и вы расскажете, Лидия Степановна, кто же был участником тех первых встреч, обязательно. Ну, вот это тоже архивные планы, как проходили встречи, вот три флага рядом развиваются. Уже сколько лет нет встреч на границе? С 2014 года. С 2014 года, то есть это 5 лет в этом году. Вот, ну, мы все надеемся, что, может быть, когда-то это возобновится. И вновь на экране фотоснимки, вот, и архивные планы. Лидия Степановна, продолжаем нашу беседу дальше. Я хочу спросить у вас, вот кто был участником тех первых встреч? Участником или кто идею? Да, кто идею подал, да. Идею первую, вот, собрались три директора школ. Школа Клюсой была школа, там был директор Круговец и наша Новоюковическая школа, в которой директором был мой отец. Они как-то ездили друг к другу, одна школа к другу, а потом, что будем так ездить? Давайте определим место, вот, соберемся все вместе, построим там маленький монумент и будем собираться каждый год в этом месте. А ради чего собираться? Чтобы встретиться, пообщаться, рассказать друг другу о своих успехах, своих проблемах, чтобы, ну, такая сбор друзей, как называется. Потому что тогда были как братья, дружили все. И были, общее все было. Лидия Степановна, ну вот, судя по костюмам вот этим, я понимаю, что там были и театрализованные представления. Демонстрировались и хореографические номера, и пели, конечно же, играли на музыкальных инструментах. То есть это не только разговоры. Колхозы даже свои выставки такие сельскохозяйственные привозили, урожаи свои, это было очень интересно. Более того, как вы назвали вот эту фотографию, это выездная торговля тех лет. Кстати, это какой год? Ну, здесь написано 64-65, вот так выглядело. Выездной бар. Выездной, выездная столовка, может быть, да? Ну, там не было водки, я скажу. Там не было... Алкоголь никогда. Да, там люди просто общались, и квас у них был. Ну, может быть, вина какого-то легкого для взрослых. Рушники застилали. Рушники застилали. Каждый вот привозили из своей стороны свои блюда национальные. И длинный-длинный такой стол, усланный рушниками, который через весь лес тянулся. Все садились, вот вместе общались и пели, и обед проводили такой. И еще хочу одну фотографию показать. Вот тоже 64-65 год. Посмотрите, как много людей. Ну, это кусочек был захватен. А так обычно очень много было. Понятно, что всех сфотографировать нельзя было. Лидия Степановна подписала митинг на встрече трех республик. Лидия Степановна, в своей программе на тему «Малая Родина» я всегда задаю вопрос. А какие интересные вещи вы принесли на эту встречу? Я вот вижу некоторые предметы на столе. Но сначала давайте о вот этой газете. 1967 год, 2 сентября. Газета «Сельская жизнь». А в «Сельской жизни», между прочим, написали о событии, о встрече на границе трех республик. И вот здесь руководители сельскохозяйственных предприятий, да, я так понимаю? Ну, конечно, после того, как школы начали дружить, подключились председатели колхозов. И вот, кстати, белорусский, сын в Белоруссии живет, председатель колхоза из Новых Юрковича, Сильченко Иван Миронович был. И вот председатели тоже собирались, потому что собирались не только школы, но и обсуждали свои вопросы. И обсуждали свои насущные вопросы. Они, кстати, помощь оказывали, когда была пассионная, сбор урожая, друг другу помогали всегда тоже. Уважаемые телезрители, 342243 номер нашего телефона. Звоните, пожалуйста, расскажите нам о вашей малой родине и ответьте, пожалуйста, на вопрос. В каком же году был построен монумент дружбы на стыке границ трех тогда республик, сейчас стран? Но мы имеем в виду новый монумент дружбы. Может быть, кто-то помнит, может быть, кто-то прочитал, узнал, услышал об этом. Поделитесь информацией со зрителями всей Гомельской области. Евгения Прохоровна, а у вас вот эти дорогие сердцу предметы, они лежат на столе. Что это? Это как элементы сценического костюма? Да, это наши родители. Моя мать и Лидия Есипавловна выступали в клубе. Тогда все выступали, и взрослые, и чуть постарше, и молодежь. Мне кажется, тогда все умели и все хотели, да? Да, все хотели. И спектакли ставили, и танцевали, и пели. Вот такие костюмы рядные наряжались, выходили на сцену. Это вышитые собственноручно, да? Сорочка и фарточек. И это вот именно новоюрковическая вышивка крестиком. Оцените краски, оцените цвета. Здорово. Лидия Степановна, а вы с собой принесли тоже раритетную вещь, это икона. Да, это икона, потому что икона Божьей Матери, она очень старая, это то, что осталось от дома, от родителей, как память. Она очень старая, и мама ее передала, я ее храню. Вы храните уже сейчас в своей гомельской квартире, да? Она является, ну скажем так, предметом, который перешел по наследству, это безусловно, это не просто дорог, дорогой предмет. Она, возможно, простая, недорогая, но она бесценная, как память, как о доме, о малой родине. Есть у нас телефонный звонок, вероятно, человек хочет рассказать о своей малой родине и поведать нам свою историю, а, возможно, это просто ответ на вопрос. Добрый вечер. Добрый вечер. Назовите себя, как вас зовут? Меня зовут Елена. Очень приятная Елена. Скажите, пожалуйста, вы гомельчанка? Да, коренная. Коренная гомельчанка. В каком районе родились? Родилась в Железнодорожном. Что знаете о тех местах, вот о той улице, на которой родились? Может быть, какой-то есть интересный факт? Ну, вообще, ну, как бы, нет, родилась в Советском районе, жила в Железнодорожном, опять вернулась в Советский район. То есть у вас два района родные, правда? Скажите, в какой школе учились? В девятой. Девятая школа, прекрасная школа, старая сельмашевская школа, не ошибаюсь? Верно, верно. Елена, есть ли у вас ответ на вопрос Лидии Степановны Еловой? В каком году был построен монумент? Год моего рождения, в 75-м году. Ой, Елена, вы молодец, да? Была на монументе дружбы неоднократно. Так. В силу своей профессиональной обязанности? Или просто интересовались? Алло? Да, да, я слушаю. Елена, вы по работе бывали или просто как активная гомельчанка, может, вам выступать доводилось? И выступать, и по работе. Какие чувства вызывали те встречи? Тогда вызывали очень приятное чувство. Сейчас очень грустно, что этого не происходит. Елена, ну, если мы все вместе будем стараться делать что-то для того, чтобы этот, ну, понятно, что мы сами это не восстановим, но, может быть, наш энтузиазм передастся, и, во всяком случае, в этом году говорили о том, что необходимо монумент восстановить. Возможно, и встречи эти возобновятся. Спасибо вам огромное, и помните, что вы приглашены в музей города Гомеля. Берите с собой друга, подругу, супруга, детей, и вперед на новые выставки. Спасибо вам огромное, спасибо за ваш звонок. Ну, а мы продолжаем беседу в нашей студии. И я хотела бы обратить внимание и телезрителей, и гостей в студии снова на экран. Архивы телерадиокомпании Гомель хранят немало интересных материалов, и то, что мы представим вам сейчас, это закладка парка дружбы на границе трех республик в 1982 году. Лидия Степанна, вы бывали вот в 80-е годы, вы же тоже часто там бывали, и с творческими коллективами, или тогда вы еще... Да, я по мере старалась сюда посетить праздник, когда была возможность, конечно. Ну, потому что родные места, правда. И после мы вот 15 лет проводили встречи ветеранов трех республик отдельно еще, там же у монументов встречались. Ну, вот так выглядел монумент, вот здесь закладывают парк дружбы, я вот просто не знаю, есть ли он, деревья-то выросли, наверное. Деревья выросли, там уже... Очень сложно определить даже с какой стороны закладывали, но это было, видите, и вероятно здесь... Вот пытаюсь угадать вдруг кто-то... А, вы внимательно смотрите. Представители трех стран, нет, тогда все-таки трех республик, да, вот высаживают деревья, активно фотографируются, участвуют в съемке. Конечно, очень интересно всегда смотреть на такие съемки, правда, на такие планы. А вдруг кого узнаешь? Никого не узнали, Евгения Прохоровна? Я участвовала в этой посадке. Да вы что? Себя узнали здесь? Ну, не вижу пока. Может быть, камера не дошла? Не дошла. Ну, там снимали... Садили березки. Березки? Да, березки садили. Но вы точно помните, вот с какой стороны садили? Это российская сторона была, украинская или белорусская? Мы садили по российской стороне и на украинской стороне. И дубки даже были, дубки и клены. На этой украинской стороне садили. Ну, вот скажите, с какими чувствами вы приняли новость о том, что монумент дружбы на приграничье Гомельской, Брянской и Черниговской областей будет благоустроен в нынешнем году? Очень с радостным чувством. Это настолько приятно. И спасибо, у кого пришла эта идея, и кто такую возможность поддержал. Ну, всегда должен быть мир. Всегда все должно плохое уходить. И я надеюсь, что дружба восстановится. Все у монумента восстановится в прежнем виде, как и было раньше. Но даже по звонку Елены стало понятно, она у нас была выразителем, скажем так, чувств телезрительских. Да, по ту сторону экрана находится. Позвонила в эфир, сказала, что очень было неплохо. А вы знаете, вот было в Одноклассниках, выставили фотографии монумента. И столько откликов, и вся такая ностальгия по этим встречам. Столько комментариев было. Ну, потому что много разных интересных моментов. Это и дружба. Это, возможно, у кого-то романтические встречи были. Кто-то ждал, летел на встречу с любимым. Да очень много семей образовалось интернационально. Да что вы. Российско-белорусских, российско-украинских. Там вообще смешанные семьи. Еще те годы, и все годы это было так. Ну что ж, объединим наши желания, наши усилия в едином порыве. И пусть монумент восстановится, как восстановится и встречи. Творческие, и не только творческие, может быть и деловые какие-то. И пусть это длится вечно. Правда? Потому что дружба, она бесценна. Спасибо вам большое. Мы обязательно продолжим разговор дальше в программе. Ну а сейчас у нас рекламная пауза. Она пройдет быстро. Дорогие друзья, тема «Малая Родина» многогранна. И мы не раз к ней будем возвращаться и говорить сегодня о своей «Малой Родине». Обо всем том, что с ней связано, рассказывают Лидия Степановна Еловая, руководитель клуба «Прометей», и Евгения Прохоровна Тимошенко, юрист. Вот согласитесь, очень приятно, когда о «Малой Родине» говорят юные, молодые люди. Правда? Я хочу вас познакомить и всех телезрителей в том числе с финалистами конкурса «Мисс и мистер Гомельская область-2019». Илья Мельников и Ольга Кострома. Добрый вечер. Добрый вечер. Илья Мельников – студент третьего курса Гомельского государственного технического университета имени Сухова. Активно участвует в общественной жизни вуза. Занимается танцами в студии танца и театра «Ливень». Ну а теперь Ольга Кострома – контролер в производстве черных металлов белорусского металлургического завода. Активная и жизнерадостная. Любит кататься на велосипеде, читать книги, любит животных и всячески пытается им помочь. Илья Мельников, обладательница титула «Мисс БМЗ-2018 года». Вот давайте еще есть возможность фотографии посмотреть. Ребят, ну вот что вы обязательно рассказываете в первую очередь о своей малой родине? Ну что это самое уютное для меня место, самое чистое, самое открытое. Что я там себя чувствую как за каменной стеной действительно. И мне кажется, там все проблемы, они просто пустяки. Прекрасными словами рассказали. А что же это за место? Я хочу сказать, что моя малая родина не только моя малая родина, а также родина таких выдающихся людей, как Чечет Виктор Владимирович, Академик педагогических наук. Кстати, одно из его научных направлений – это патриотическое развитие молодежи. И также губернатор нашей Гомельской области, дворник Владимир Андреевич. Прекрасно! Называйте быстрее этот населенный пункт. Это агрогородок Ровенская Слобода. Речицкий район. Спасибо вам за такие интересные сведения, данные. Илья, пожалуйста, а что вы о своей малой родине рассказываете в первую очередь гостям города или страны? Ну, моя малая родина – это что-то действительно близкое и родное моему сердцу. Моя семья, мои родные и близкие. Если говорить о городе, то, наверное, довольно интересный факт, то, что еще в 17 веке Гомель находился довольно в упадочном состоянии. И это последний город, который был заново реконструирован за частную собственность руками… Ну, за средства. За частные средства, конечно. Будучи передан Екатериной Второй, одному из своих полководцев, Румянцеву. Петру Александровичу Румянцеву. Да, он восстанавливал все за свои деньги. И его сын продолжил его дело. Ну, нужно сказать, что там, наверное, даже Александр Петрович больше приложил усилий и средств к тому, чтобы Гомель стал каменным, потому что до этого времени Гомель был деревянным и соломенным. Спасибо вам за ваши знания, за ваши интересные факты. Я хочу напомнить всем, что уже 6 апреля в 17 часов в Гомельском драматическом театре состоится финальное шоу первого областного конкурса красоты и грации «Мисс Гомельская область», а также конкурса из стиля и мужества «Мистер Гомельская область-2019». Организует и проводит его государственное учреждение «Центр моды и красоты «Хрустальная нимфа» при поддержке Главного управления идеологической работы культуры и по делам молодежи Гомельского областного исполнительного комитета. Ну, а генеральным информационным партнером является телерадиокомпания «Гомель». Сегодня мы приветствуем четырех финалистов конкурса и можем с уверенностью сказать, что познакомимся со всеми уже, со всеми претендентами на титул «Мисс и мистер Гомельская область». Ребята, ну вот одно из конкурсных заданий, несмотря на то, что финальное шоу еще впереди, вы уже выполнили, создали ролики, сняли, озвучили, ну и придумали до этого момента. И я сейчас предлагаю посмотреть ролик Ильи Мельникова. Пожалуйста. Продолжение следует... Мы много времени проводим вместе. Детями все радуемся, словно маленькие дети. Где бы мы ни находились и чем бы ни занимались, мы всегда получим бурь эмоций. С папой мы ходим в качалку. Сначала он меня качает, потом я ее качаю. А с мамой, когда ситуация казалась бы накалиться до предела и драки уже не избежать, мы берем геймпады. Несмотря на занятость на работе и учебе, мы всегда находим время выехать на природу, насладиться ее красотой, зарядиться положительной энергией. Моя малая родина – это моя семья. Вместе с ней я иду по жизни уверенным шагом. И я знаю, если я споткнусь, они всегда меня поддержат. Хорошо сказал. Душевно добавить нечего. Я маме позвоню. Ну, прекрасный ролик, Илья. Нужно сказать, что вот такое нестандартное видение. И мне лично очень понравилось. Я думаю, что и в присутствующем студии тоже. И сразу все отметили, что какая у вас интересная семья. Это семья, у которой в почете сердечность, душевность и юмор. Да. Мы очень близко общаемся с родителями. Хочется сказать, что семья может затрагивать не только родителей. То есть мои родители находят даже легко общий язык с моими друзьями. У нас есть определенные семейные традиции. Например, по воскресенью мы все время проводим время вместе. Даже несмотря на то, что вы студенты, наверняка у вас много всяких интересных дел. Вот. Очень много дел бывает, но все равно воскресенье это всегда родительский день. Мы можем провести его не только с родителями, но взять с собой еще, например, каких-нибудь очень близких друзей. И очень весело провести свое время. Вот. Ну, это время на природе, это время в кафе, это время на даче. Это все зависит от времени года и от нашего настроения. Мы просто проводим воскресенье все время вместе. Например, у нас может быть хорошее настроение. А какие варианты могут быть? Какие могут быть варианты? Вот куда вы можете отправиться? Или куда вы отправились вот в то воскресенье, которое только тут недавно закончилось, три дня назад? На коньках катались, а потом посидели в кафешке и попили какао. Очень здорово. Вот, можем выбраться совершенно в разные места, то есть сходить даже на пинбол с моими друзьями, вот, поехать кататься на лыжах, хоть на квадроциклах, чем угодно можем заняться. Можем сесть просто вечером и поиграть в настольные игры. Вот. Скажите, вы в ту семью, которую создадите сами, возьмете эти семейные традиции? Конечно. Это первое, что я перениму от родителей. Спасибо огромное. Просто удовольствие получили от просмотра ролика и от разговора, такого коротенького, пока, с вами. Спасибо. Разговор продолжим. Оля, ну, предлагаю посмотреть созданный вами ролик. Да, давайте. Я люблю свою малую родину, потому что ее невозможно не любить. Моя деревня – это моя страна. Такая маленькая, но такая добрая и светлая. Здесь я училась дружить и любить, быть ответственной и понимать других. Я люблю свою деревню за цветущие сады весной и осенний золотистый апельсиновый цвет кленов. Люблю за то, что здесь живут добрые, работящие, веселые люди, которые и порадуются с тобой, и помогут в самую трудную минуту. И даже приезжие люди сразу становятся родными. Деревенька умеет всех породнить. У нее особенный дар общения. Люблю за мамины вкусные пироги по утрам, за папину добрую улыбку, за бабушкины и дедушкины веселые рассказы. И именно сюда летят мои мысли, когда я вспоминаю свое беззаботное детство. Первые шаги, первые слова, первые мысли, первые взлеты и падения. Так трудно рассказать все то, за что я люблю свою деревню. Это невозможно перечислить, это нужно почувствовать. И только тогда можно радоваться каждому мгновению, прожитому здесь, в чудесной деревушке под названием Ровенская Слобода. Ну мы немало узнали об Илье Мельникова из его ролика, а здесь из Олинова тоже об Оле много узнали. И с животными она легко находит общий язык, обожает животных, да, и знает, как вести себя в культовых сооружениях. И, судя по всему, посещает, они ей не чужды. И часто бывает на своей малой родине. Да, по возможности, да. Но так как сейчас немножко сложновато допираться с моего места работы, то есть это раз, два месяца, но я стараюсь как можно чаще приехать к своим родным. Потому что там тепло и там хорошо. Что вы там обретаете? Ну вот мне кажется, что люди молодые все-таки пока этого не чувствуют. Вот, скажем, такой тяги, вот той ниточки, которая связывает. Или все-таки уже есть, уже наблюдается? Вы знаете, уже есть, да. Очень хочется, даже задумывалась над тем, чтобы вернуться домой. То есть там все свое, там все настолько родное. Даже церковь, тоже любое, абсолютно любое здание возвращает тебя в детство, когда это все было беззаботно и наивно. Это и особенный вкус маминых блинов и пирогов. Самые вкусные на свете блины и пироги. Это прекрасно. Скажите, если вот вам доводится приезжать в ваши родные места вместе с друзьями, куда в первую очередь ведете и ребят, и людей постарше? Вообще в первую очередь я показываю свои самые тайные детские местечки. Где мы были, где мы лазили, где мы что-то чудили, творили. Потом я всем приезжим вообще рекомендовала бы посетить наш историко-мемориальный музей. Он единственный у нас такой в Речицком районе. Там самое интересное, что больше всего мне там нравится, это частички земли из каждой спаленной деревни во времена войны. То есть это очень... Это именно в Ровенской Слободе? Да, именно у нас в Ровенской Слободе. Это школьный музей или отдельное учреждение? Нет, это не школьный музей, отдельное учреждение, да-да. Обязательно, обязательно нужно рекомендовать людям, конечно, это интересно. Хорошо, ну а места природы? Ну, природы у нас как бы у нас нет, рядом рек, есть лес. Но Днепр же недалеко. Ну, не прям возле деревни, да. Есть небольшие озерца, но вы знаете, мне кажется, именно эти небольшие озерца, они как-то сближают себя с природой. То есть это не безграничные края, а ты сидишь и кажется, у тебя вот здесь все рядышком. Вот, поэтому можно это, да, это может какой-то быть отдых на природе, именно вот, так скажем, в маленьком природном кружочке. Ну вот о семейных традициях, Иль, мы узнали. А ваши семейные традиции? Ну, пироги, блины, это обязательно. Как только приезжает дочь... Всегда, всегда. Тортики, пироги, блины, это просто без вопросов. Мама всегда пичула. Ходить с папой на рыбалку, это уже как традиция семейная, как зародилась, да. Ну, то есть, как таково, да, ну, проводить тёплые семейные отношения, правда? Тёплые семейные отношения и тёплые какие-то семейные вечера за просмотром фильма, я считаю, тоже это традиция, не у каждого есть такое. Прекрасно. Ну, то, что Оля была в городе, это понятно. А был, бывал ли Илья в деревне? Есть родственники в деревне? К сожалению, нету. Ты горожанин, да? Вот из города, из города, а желание посетить сельскую местность... Нет, к природе всегда тянет, вот, но нету, как бы, возможности выбраться куда-то, на дачу, например, или в каком-нибудь доме. Я, Илья, почему спрашиваю, приготовила, как и другим финалистам, которые уже прошли испытания прямым эфиром, некоторые задания, ну, по-белорусскому. Потому что малая родима в этой месте делают шить матч на мова. Ну, я для вас спачатку пытанне про приказки и прималки. Я вам пачынаю приказку, а вы ее протягваете по-белорусску. Можно разом. Это не пытанне особисто для Ильи и особисто для Вольги. Да, помогайте, Лидия Степановна, да помогайте, Евгения Прохоровна. Новых сяброу набывай, але и старых. Не забывай. Малайцы. Яшчэ одна. Рана у поле выяжджай, будзе добры. Ураджай. Ураджай. Цудоуна. С приказками справилися на 10 балов. А цяпер паглядзіця на прадмэты побыту наших прадкаў. Які ваши меркаванні? Што гэта? Сачок. Я не сомневаю, што Лидия Степановна, Евгения Прохоровна знают. Сачок предположила Оля. Так, Илья, пажаўста. Можыць што-то для ловли рыбы. Мужчина ес мужчина, Лидия Степановна. Прав, Илья? Прав. Эта нерат. Па-беларуску гэта нерат. Малайчына. А дарэчы якім корысталіся? Какім пользоваліся? У нас речка недалековато бэлэ, поэтому... Его, значит... Щас, щас, Евгения Прохоровна. У меня Прохоровна чаще ездила. Так, давайте. Я просто видела, на берегу стоит человек, и его на берегу таптывает туда и оставляет. А там такой узкий проход, да, рыбка в тот узкий проход проходит. Проходит, и там застревает. И уже назад не может выбраться, да? Потом забирает. Ну, вы понимаете, молодёжь-то не только на удочку рыбу ловит, но знает, как... А это что, память предков? Так, ещё одна картинка. А что это? Лидия Степановна, вы знаете, Евгения Прохоровна, тоже просто кивнули. Так, как думаете, что же это? Что гэта кажучи па-беларуску? Ну, для чаго? Мабыць, гэтам дбывали колосы у полей, а мабыць... Близко. Адбывали бельё. Так, Лидия Степановна сказала, что близко. Близко, колосы у полей. Но только не у полей. Да. Спачатку сжинали. Сжинали? А так, гэтай колосы адбывали гэтым прастасаваннем. Гэта цеп. Цеп. Цеп называется. Так, калі ласка, выведзіці нам карціночку, як же імі карысталіся гэтымі цапамі. Бачыцца? Выкладывалі ўжо сжатая жыта, ці пшаніцу, ці ячмень, можа так. І вось размахваліся і білі. Начальны этап хлеба, который едзім. Так, дзякуй вам, Вялікі. Вы малайцы, вы просто самі здагадаліся і знаешлі адказы. Цудоуна і мову відаєте, і прадмєты так само. Я іще хотіла запитатися. У Євгенії Прохоровні, ну, по-русску вже буду пітать. Скажіть, будь ласка, вот те годы работы заведуючій клубом в селе Новая Юрковичі, які впечатленья оставили, що вспомінається? Та, ви знаєте, виїжджали в різні села, в тому числі на монумент, коли встречи состоялись. І іменно наша самодіятельність була головна там. А затем вже пошла областна, потім республіка, потім Советський Союз, вже всякі артисты приїжджали. А первое, це наша була самодійність. Собственними силами, да? Да, навіжались, значит, русські народні костюмы і співали, як говориться, в белорусському. Спасибо вам большое, спасибо вам за рассказ, спасибо ребятам за участие. Я хочу сказати, що Ольга Кострома, Ілья Мельников, фіналисты первого областного конкурса «Мисс и мистер Гомельская область» сегодня прошли проверку прямым эфиром. Удачі вам в конкурсе і всього самого наилучшого в жизни. Спасибо вам, ребята. Рекламная пауза. Спасибо вам. Расскажите, де ваша малая родина і які шаги к її сохранению ми всі вмісті можемо зробити. Дорогі друзі, це інтерактивна программа «Добрый вечір, Гомель», в якій приймаються сообщення в Вайбер, його номер на екранах, і приймаються званки і телефонні по номеру 34 22 43. Позвоніть і розкажіть о вашій малій родині. Сегодня у нас в гостях руководитель клуба «Прометей» Лидия Степановна Еловая, юрист Евгения Прохоровна Тимошенко. Они землячки, вони родом із тех самих мест, де знаходиться монумент дружби. Ну а также сегодня в программе финалисты конкурса, генеральным информационным партнером которого является телерадиокомпания «Гомель», мисс і мистер Гомельська область Юлия Герасименко і Ігорь Дубров. Добрый вечір, ребята. Добрый вечір. Юлия Герасименко, учитель немецкого языка в Куритичской средней школе Петриковського района. Изучает иностранные языки, профессионально занималась спортом. Ну а теперь несколько слов об Ігорі Дуброві. Ігор – воспитанник Мозорського филиала Гомельського государственного училища Олимпийського резерва. Занимається спортом, імеє разряд мастера спорта Республіки Беларусь по академіческой гребле. Все верно, ребята? Все верно. Что вы о своей малой родине рассказываете в первую очередь? Вы родились в Мозоре? Да, я родился в Мозоре. Живу в нем. Он уютный город, небольшой сам по себе, хотя население второе в Гомельській області. Мне он нравится. Такой разноуровневый. Да, разноуровневый. У него особый рельеф. Его называют еще маленькой Швейцарией. Очень здорово жить в своей беларусской Швейцарії, правда? И ходить по улицам. Он промышленный город также является, потому что у него есть много предприятий. Ну, к вам друзья любят приезжать в Мозоре? Ну, те, которые не мозыряне. Да. У него всегда приятно вернуться. А давайте у Юлии спросим, была ли она когда-нибудь в Мозоре? Да, я сейчас прямо из Мозоре. К вам из Мозоре. А как так? А там подруга. И легче добираться в Гомель. Была из Мозоре. Вот как. Вы родом из города Лоев. Но сейчас живете в Петриковском районе, в агрогородке Куритичи, или это деревня Куритичи? Это агрогородок уже. Агрогородок. И работаете учителем. Нравится? Нравится. Большой агрогородок? Большой, да. Что вы рассказываете о своем агрогородке людям, которые интересуются? Ну, конечно же, это место, где я окончила школу, где был мой выпускной. Место школы, которую я окончила, а потом все-таки вернулась. А это очень здорово, когда возвращается. Да, возвращаться к педагогам, работать с ними вместе, когда они тебя учили всему, и сейчас быть с ними практически наравне. Это очень здорово. Дети, с которыми я ходила, они даже не здоровались, потому что я ходила сама вот такая вот. А сейчас здравствуйте, Юлия Константиновна. Это очень приятно. Ну, у нас сегодня, да, мы в гостях, Лидия Степановна, Евгения Прохоровна, они тоже из семей педагогов, и они наверняка знают, насколько большим уважением пользуется педагог, особенно в сельской местности. Да, так было всегда ведь, правда? Да. Да, да, да. Особенно раньше. Да, очень люблю. Ваши родители не педагоги? Нет. Вы преподаете сейчас немецкий язык, а мобу поважаете, любите? Поважаю и люблю. Вельми добро. Тихо, выручь по-белорусскому, Игорь? Ничего. Трошечки-трошечки, так? Все больше тренировкам присвещает час свой, так? Дякую. Ну, давайте по-русски, вам, наверное, так проще, удобнее, да? И на белорусско можно? А, можно и по-белорусску. Доброе. Ну, я хочу предложить посмотреть работу Игоря Дуброва о его малой родине. Внимание. Я хочу показать вам свою малую родину, иногда именуемой маленькой Швейцарией, о родном городе Мозырь. Он является одним из старейших городов Беларуси. Первое упоминание о нем датируется 1155 годом. В моем городе находится Мозырьский замок. Первое сведение датируется 1519 годом, в хрониках Сигизмунда I. Пять раз был разрушен, перед и татарами, но каждый раз их конструировали. Также во время Советского Союза был построен ночной фор, который на сегодняшний день является крупнейшим в Беларуси. Мемориал Курган Славы. Построен в 1967 году. Стыл высотой 45 метров, а его архитектура – большой куб, на котором есть подпись «Оборонцам родимый» от Мазыран. И сверху галби за пушкой. Я горжусь тем, что я родился и жил в таком прекрасном городе. Ну, мы тут все вместе решили, что в ближайшие выходные едем в Мозырь. Игорь Дубров нам покажет этот прекрасный город, потому что в свой ролик он не уместил все красоты Мозыря и не успел рассказать об архитектурном наследии этого прекрасного города. Игорь, но ловим тебя на слове. Собираешь нас всех, везешь и рассказываешь и о своих спортивных успехах, и об архитектурных особенностях города Мозыря. Договорились? Договорились. Договорились. Юль, мы хотели бы видеть и твой ролик. И если он готов к показу, пожалуйста. Люблю свой край, сторонку эту, где я родилася, росла, где первый раз познала счастье, слезу недоли пролила. Я люблю свою малую, родимую запрыгожую природу. Жице замирая, и ты забываешь про все свои проблемы. Близкость раки, тишиня, у якого множества гуков, сумны крик некой птушки. Усё гэта да помогает мне убачить и учуть мою родимую, адзиною и небоуторную. Лой у размещен на березе Днепра, на месцу падения Усош, недалеку от межы с Украиною. Славится своей военной истории. Гэта земля, якая просягнута кривёй тысячи солдатов, які змагалися с немецко-фашистскими захопниками. Гэта куток, який дыхает шмат вяковой истории. Гэта месца на земли, дзе я подшиваю душой и телом, дзе мне добра у любым момент года. Тому, што гэта усём мне родная, гэта усём маё, мы растём, сталеем, але свою малую родимую мы николе не забудем, а будем любить и шановать и я до пошних дён своего життя. Какие прекрасные слова, какие душевные планы, правда? Вот от Евгении Прохоровны принимай слова похвальбы, вот и хвалы, да, и прекрасно. И Лидия Степановна тоже в знак согласия. Ну, я понимаю, тут педагог, конечно, свой человек, очень приятно. Молодец. Ребята все прекрасно справились со своим заданием, как мне кажется, вложили душу, и это чувствуется. Юлечка, скажите, пожалуйста, вот вы разделяете мнение о том, что отношение к малой родине, оно передаётся по наследству от родителей к детям, может быть, даже от бабушек и дедушек к внукам? Конечно, да. Так как, когда сразу организаторы предложили нам создать ролик о своей малой родине, я почему-то отошла немножко от места, где я сейчас живу, работаю, и вспомнила место, где родились, познакомились мои родители, где появилась на свет я, где земляна, которая делала свои первые шаги, сказала первое своё слово, это на самом деле имеет огромное значение. А вот в ролике мы видели фотографию, там девушка была в свадебном платье. Это мама и папа. Это родители. Ну, просто приятно. Не могла не включить это. Вы посчитали, что это очень важно. Да. Ну, конечно, это очень красиво и очень важно, очень душевно, очень трогательно. Поэтому ролик ваш о Лоеве. О Лоеве, да. Правильно? Ну, вот вы много лет уже живёте в Куритичах? Да, достаточно много. Ну, с какого возраста? В школу я пошла. Уже там. Да. Уже там. А вот что-то общее есть между, скажем так, землями Лоевского района и Петриковского? Вот вы находите какие-то общие моменты или наоборот? Это разные люди, разные традиции? Я скажу, что я чувствую атмосферу немножко по-другому. В Лоев, когда я приезжаю, то есть появляется сразу такое сравнение. То есть я была здесь совсем маленькая, у папы на плечах, когда он меня носил. То есть на лодке катались, когда совсем-совсем маленькая. Сейчас приезжаешь, и скоро у самой дети уже будут, да? И скоро сама будешь привозить. А вот Куритич, это немножко по-другому. Там немножко чувствуется жизнь, которая уже взрослее. Выпускной, работа, друзья. Ответственность. Ответственность, да. А вот ещё в ролике вы появились в каком-то костюме сценическом и находились напротив очень знакового для Лоевского района, для всей Гомельской области и Белоруссии в том числе здания. Ну, мы все знаем, Лидия Степановна, и я. Скажите, пожалуйста, что же это за здание знаковое? Оно с 19 века было построено в 19 веке. Это было поместье графини Барановской, которое большое значение и много чего сделало для Лоевщины, но после её семья была эмигрирована, и этот дворец превратился, перестроили в школу. Сейчас там обучают деток. Ну, некоторое время был ремонт, да, а сейчас вот это прекрасное здание в стиле классицизма, если я не ошибаюсь, да, оно является школой. Да. Так здорово. Сутковская школа в деревне Передилка. Мы передаем привет всему Лоевскому району, потому как не так давно у нас были в гостях представители Лоевщины и представители деревни Передилка. Было очень приятно узнавать какие-то нюансы, исторические факты о тех землях. Спасибо вам большое. Ну, не сомневайтесь, без испытания вот здесь мы вас не оставим. Мы готовы. Вы готовы. Но я хочу сказать, что это, скажем так, готовит вас к большому, серьёзному конкурсу. Таким чином вы пробовали на белорусской мове. Спочатку для вас приказки и прымалки. Треба протягнуть их. Без скрыпочки, без дуды ходят ноги туды-сюды. Не туды, подказывая, Лидия Степановна, правильно. Игар, не думайте, вы так сама. Каб рыбу есть, треба в воду залезть. Лезть. Малайцы. Ну, Игар, так сама ведая, бо он уже с водою параднился. Академичная гребля гэта вам не на суши. Руками махаць, праўда? Ну, да. Ну, а цяпер паглядзіте, каліласка, на прадметы побыту наших прадкаў. Першы фотос дымак. Каліласка, што гэта такоў? Гэта для коня, вот сюды, вот. Як гэта называецца? Хамут? Игар, вы згодны з Юлей, што гэта хамут? Я знам, куды надзеваецца, как она не называецца. А, ўсё ведая, ведая, як надзеваецца, але не ведая, як называецца. Гэта сапрауды хамут, вельми добра. Вось, бачыце, на коні хамут. Ну, і другі фотос дымак, каліласка, як, гэта плетяная пасудзіна называецца. Ну, ёмістосць, не пасудзіна, а ёмістосць. Па беларуску. Тут шмат беларускіх старажытных прагметаў, але я, мінавіта, прайомістосць пытаюся. Гэта кубел. Гэта, ўім, вы ведаете, так, лядзі Степаннана, ўім раней заховывалі і адзені, ўсі, ну, самая такі патрэбная рэчы, ну, шафаў не было, скрыні, гэта так сама пазній пайшлі, а спачатку былі, мінавіта, вось такія кублы, які плялі і з саломы, і злыка пэуна, і ашчэ, мне казалі, ў музеі веткаўскім, што абавязкова, ўпляталі веточку палыну, каб мышы не прагрызалі і не паелі тое, што ў гэтых кублах заховываецца. Цікава, праўда? Цікава. Ну, спасіба вам за вашы дагадкі, спасіба вам за вашы падсказкі, Благодарю вас, ребята. Я хочу сказати, що у вас очень скоро испытання, це вже 6 апреля в 17.00 в областному драматическом театре состоїться финальне шоу первого областного конкурса красоты і граці «Мисс Гомельская область», а також конкурса стиля і мужества «Мистер Гомельская область-2019». Успехов вам, Юлия, Игорь, таких же успехов, как і всем остальним участникам финального шоу. Спасибо. Идите вперед, никого не бойтесь. Проверку прямым эфиром вы уже прошли. Уважаемая Лидия Степановна, уважаемая Евгения Прохоровна, благодарю вас за участие в этой программе, за то, что вы вспомнили, рассказали, ну, скажем так, душевные моменты такие затронули, даже телезрители наши отозвались, и было очень приятно слышать звонок Елены. Дорогие друзья, на этом наша программа завершается. Поговорим о Малой Родине и в следующую среду. Ну, а сейчас я, ведущая Елена Троценко, прощаюсь с вами и желаю всего самого наилучшего.